При рациональном использовании имеющихся денежных средств и тесном взаимодействии с другими органами власти в районе решено много проблем. Администрации района за прошедший год освоено 96% всех выделенных лимитов финансирования. В том числе текущий ремонт и содержание дорог было освоено 13 миллионов 668 рублей, жилищное хозяйство 1 миллион 20 рублей, коммунальное хозяйство 3 миллиона 900 рублей, уборка территории 17 миллионов 660 тысяч рублей. В 2020 году в администрацию Удзавского района обратилось заявление 382 человека. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются жители района – улучшение жилищных условий и трудоустройство. Нами в этом году было устроено на работу 9 человек. То есть, это не новые штаты, это были совместители и всё такое. Высокий уровень безработицы среди молодёжи способствует тому, что в селах у нас уже работы нет, и представители молодёжи выезжают из сел. Впервые за 30 лет были выделены квартиры семям, у которых дома были разрушены во время землетрясения. Они получили жильё в новом 18-квартирном жилом доме, построенном в рамках инвестиционной программы. Жилплощадь получили и другие категории граждан. В 2020 году жилищно-коммунальное хозяйство провело большую работу по обновлению дорожной инфраструктуры. Выполнен комплекс работ по ремонту автодорог «Уан-Илкушчатат», «Залабет», «Синагуртеделет», «Хвцэймугут», «Фэзака», «Тонтобет». Также были отремонтированы мостовые переходы. «Синагуртеделет» За отчётный период силами ЖКХ были проведены водопроводные линии в сёлах, где испытывается нехватка питьевой воды. Коммунальные службы систематически привлекались к работам на объектах инвестиционной программы. В том числе и на участке Гуфта-Квайсам, где была подготовлена под асфальт 3 километра дороги. НДФЛ – 1.480.000, но пенсионные отчисления – 1.2.000.000. Коисэр – 1.506.000, 320.000 НДФЛ – 745.000. Геннадий Борисович, главе ЖКХ района было указано, чтобы нуждающимся слоям населения техника ЖКХ представлялась для работы на безвозмездной основе. Управление сельского хозяйства ежегодно ведёт мониторинг поголовья и условий содержания в фермерских хозяйствах крупного рогатого скота. Также в прошлом году без привлечения финансовых ресурсов было высажено 8 гектаров картофеля. Урожай был распределён по объектам здравоохранения, ветеранам ЖКХ района, маловимущим семянам района. Кроме того, заготовлен семейный материал для посадки на 2021 год. Что касается работы отдела образования, за счёт бюджетных средств администрации и образовательные организации пополняются инвентарём оборудования. Несмотря на имеющие недостатки и трудности, связанные с условиями работы большинства сельских библиотеки и центральной библиотеки, фонды пополнились новой литературой. Многие мероприятия были отменены из-за пандемии, но отделу культуры всё же удалось провести несколько культурных и спортивных мероприятий. Исполняющий обязанности председателя правительства Геннадий Бикоев отметил, в Завском районе идёт интенсивная работа по улучшению уровня жизни жителей. Кроме вашего плана, который на самом деле был исполнен почти что на 100%, мы с Андреем Балетимовичем не раз осуществляли инспекционные поездки по тем дорогам, которые были отремонтированы. Положительно оценили этот момент. Инвест программа – это жилые районы, объекты они не тяже, районы по отдыхам сейчас есть по строительству и по культурным объектам. Должное внимание к вопросам района будет оказываться и дальше, подчеркнул Геннадий Бикоев. Андрей Джиоев рассказал и о предстоящих планах на текущий год.